Это программа тема часа и сейчас будем разговаривать о семейных ценностях. 11 декабря 2023 года на Урале в Челябинском дворце культуры железнодорожников чествовали 16 семей со всех железных дорог компаний российские железные дороги. Все финалисты корпоративного социального фестиваля конкурса «Семейные ценности и традиции династии», который как раз проводился в течение 2023 года, организованного компанией «Ироспрофжем». Победителями стала семья Вагиных, и она у нас на связи. Здравствуйте! Здравствуйте! Наталья Алексеевна, во-первых, мы вас поздравляем. Среди такого большого количества участников вы вышли в финал, вырвались и достойно представили вашу семью, вашу династию и получили приз довольно прекрасный и денежный, ну и, конечно же, внимание. И вообще здорово, что вы первые, поэтому вас с этим поздравляем. Сейчас будете нам рассказывать о том, как вы этого всего достигли. Почему вы решили участвовать в этом фестивале? Ну, мы предложили, и мы не отказались. Это ж интересно. Прошли все туры, все этапы, и вот и поехали на финал. Большое спасибо за поздравление. Как говорится, пришли попробовать. Получилось. Даже лучше, чем получилось. Дети довольны, мы тем более. Ну, у нас есть вот эти замечательные кадры, да, вашего участия. И главный приз, ну уж скажем, да, все-таки сертификат на довольно хорошую сумму. И вы, наверное, уже как-то решили или, может быть, уже воспользовались этими средствами? Нет, мы еще не воспользовались. Пока решаем и ждем, когда все старшие скажут нам дату, когда мы сможем куда-то уехать вместе все. У нас же шестеро, поэтому мы друг друга все отзависим. Ну, конечно, да. То есть вы хотите куда-то поехать отдохнуть? Да, да. Это правильное решение. Это возможность как раз вам всем собраться, потому что все-таки так или иначе вы немножко разрознены. Одни учатся в одном месте, вы в другом месте живете. Это, конечно, вас так немножко сплотит, да? Ну, насколько я понимаю, конкурс вас тоже соединил. Какие задания вы выполняли? Чем вы так удивили жюри и всех остальных, что вот стали победителями? Как вы думаете? Ну, мы, я не знаю, я не... Мы вместе с ребятишками, с женой думаем, ну, скорее всего, мы победили из-за того, что мы в каждом конкурсе раскрыли тему проекта. То есть, ну, семейные ценности и традиции. Да, там были молодцы прям все конкурсанты, все молодцы, 16 семей прям, ну, не знаю, мы как одна семья там все достойные победы и финалисты. Ну, классно вообще выступали. Ну, нельзя квастаться, ну, просто думаю, что, скорее всего, потому что раскрыли тему и все, поэтому мы победили. Ну, у меня есть подскажечка, давайте для зрителей скажем, что, во-первых, у вас там были всевозможные там кулинарные какие-то, да, конкурсы, там, творческие конкурсы, и вот там даже какие-то там спортивные достижения учитывались. И вот есть информация, что, да, вот второе место заняли семья Литвиных с Южноуральской дороги, на третьем месте династия Никульниковых с Забайкальской. Самой спортивной семьей признали Берсеневых с Горьковской дороги, а самой творческой Плотниковых с Западно-Сибирской. В кулинарном конкурсе победы одержали Логиновых с Дальневосточной. То есть, все равно, да, там много было тех семей, которые были отмечены, но, тем не менее, из 18 тысяч именно участников, ну, то есть, тут учитывается не по семьям, а именно по количеству участников, из 18 тысяч железнодорожников, вот, ваша семья, да, вот, отмечена. Это тоже очень важно, это приятно, я думаю, вам самим. Ну, и расскажите, вот, в финале-то, когда вы там были, вот, уже на сцене, там, вот, сам праздник, что вам запомнилось, что интересно, общались ли вы с другими семьями, династиями? Конечно, мы общались с семьями, они, говорю, как муж уже сказал, были все уникальные, индивидуальные, прям, все такие молодцы. И интересно было так, что мы, когда уже в финале стоим на сцене, и вот наше крыло, вот, все три семьи, вот, как раз мы стояли все рядышком, и всех называют, а нас нет. А нас еще нет, мы друг на друга переглядываемся, и вот, три семьи, и оказывается, по очереди третья, вторая, и мы первое место заняли. Скажите, а что, вот, какие у вас там ваши задания были? Ну, там, я не знаю, что вы там кулинарного готовили, или что вы там такого еще приготовили, что вот, опять же, я говорю, поразили членов жюри и на региональном этапе, и уже в финале? Какие задания-то вы поняли? Ну, задания-то, вот, допустим, спортивный, спортивный конкурс, это были задания одинаковые для всех, нужно просто баллы забирать, то есть нужно пройти все этапы и набрать баллы. Кулинарный тоже, как бы, ну, всем одно и то же блюдо надо было приготовить, но каждый какую-то изюминку и представить надо. Вот мы именно на кулинарном конкурсе добавили вот нашу изюминку нашего края, что мы салат там приправили орешками, или кедровыми, которые сами собирали, рыбку там угостили, тоже ту самую, которую мы поймали на наших речках, и ягоду привезли тоже отсюда. Чернику, которую, как бы, тоже собирали. А вот творческий конкурс был тоже у каждого индивидуальный. Он из трех этапов стал, тот творческий конкурс. Да, кстати, из трех этапов, там был интеллектуальный. Да, в котором мы выиграли с семьей интеллектуальный, мы выиграли конкурс, но там, правда, сразу нам дали призы. Потом вот был... Надо было семейное древо изобразить тоже. Вот у всех были такие интересные вот это вот на плакате, то есть нужно было изобразить интересные у всех были задумки. Ну вот у нас вот прям, не знаю, тоже яркость того, что был локомотив, и вот наша вот такая вот природа там была. Ну а в творческом конкурсе на сцене, когда мы просто рассказали о нашей семье. Вот когда даже династия на репетиции, даже вот девчонки некоторые всплакнули, то есть так чувственно, мы все это рассказали, что, ну, да, все понравилось. То есть вашу династию можно было представить в виде состава, да, вот есть локомотив и вагончики, и это вот вы, да, вот вы такой целый поезд. Ну, давайте нашим зрителям коротко расскажем о вашей династии, скажем, что, во-первых, ну, сколько лет вас там насчитывает, что начало берется там в начале, там, в середине, там, 20-го века, вот именно железнодорожной династии вашей. Расскажите, коротко. Ну, наша династия около 245 лет. Ну, вот мы уже потом стали, когда рассуждать, то если брать это только, ну, бабушку, дедушку родных, их близких родственников, то есть взяли родителей, бабушек, детей, ну, мы с сыном. А вот были в Москве, когда мы на форуме встретили семью, они, он рассказал, ну, глава семьи, что у них около тысячи лет. Я говорю, так вы, наверное, брали родственников, которые, ну, подальше, племянники, там, мы говорим, да. Ну, то есть, вот у нас 246 лет, мы примерно насчитали, если брать ответвление, то мы тоже, наверное, лет на 500 наберем. Гораздо больше, да, у нас больше. Ну, вот эту династию, которую мы представляли и говорили они, это мой дедушка, основатель нашей династии Санников, Саватий Яковлевич, когда-то приехал за Байкайской железной дороги сюда, в Кашурниково, вновь построенную станцию. Здесь работал вагонником долгое время, потом начальником восстановительного поезда. Здесь же и ушел на пенсию. Ну, и, соответственно, бабушка приехала за ним сюда. Здесь дети их родились, наши родители. То есть у Алексея тоже родители, тоже железнодорожники. Мы все железнодорожники, вся родня практически железнодорожники. Вот эта станция Кашурниково, она же появилась в середине 20 века, да? Да, это знаменитая станция трассы Мужества, трасса Абакан-Тайшет, когда три изыскателя первопроходца исследовали этот путь и потом уже здесь построили эту дорогу. И в честь них названы станции, в том числе и наша станция Кашурниково, в честь Александра Михайловича Кашурникова. Все это так здорово, что вот совпадает, во-первых, вот ваша эта победа, в России год семьи, в компании реализуется комплексная программа «Династия», и вы просто вот, ну, скажем так, эталон вот этой всей такой пирамиды, да? Вот это очень приятно и здорово, что вы у нас участники нашей программы. Нам тоже отрадно, что есть такая возможность с вами пообщаться, и что вы уделяете время, несмотря на свой плотный график и на то, что у вас большая семья. Но я знаю, что вы как раз участвовали в каком-то специальном форуме. Расскажите об этом. Да, перед Новым годом нас пригласили на форум родные, любимые, который проходил у нас в Москве, и собрались сюда более, ну, где-то примерно 250 семей со всей страны, то есть от каждого региона, от каждой какой-то большой корпорации. Мы представляли ООРЖД как победителя вот этого конкурса в этап проекта семейной ценности и традиции. И Владимир Владимирович Путин выступал, открыл бы семьи в этом форуме. Туда мы взяли бабушку с собой. К сожалению, старший сын с нами не смог поехать вместе, а вот Антон плюс к нашим двоим еще добавился. И вот в течение этого форума, как бы, вот, в четыре днях просто незабываемые были ощущения. Совсем другие, как в Челябинске, как бы, там совсем маленько другая организация, но это тоже грандиозно. Но это были уже не конкурсные задания, да? Это были какие-то встречи, разговоры, мастер-классы, что, как? Конкурсы были. Мы заявились только в интеллектуальном. То есть можно было также в творческих, и там много было конкурсов, пять или шесть номинаций было. А мы именно в интеллектуальном. И вот так же, как вот в Челябинске, вроде такого же квиза был, ну, интеллектуального, мы там участвовали. Ну, там уже, конечно, не 16 семей, а 70 семей заявились на вот этот конкурс. Вел Максим Поташов. Да. А, то есть это такой, типа, интеллектуальный клуб. Я все понимаю, да. Ну, интересный у вас опыт. Да, то есть мы вот вышли, получается, кема. Тут, конечно, тяжелее, наверное, победить, да, вот в таких вот историях уже. Да, ну, там задания гораздо тяжелее были, ну. Ну, в то же время легкие. У нас дети наши блистали, там, выполняя задания, там, и бабушка, когда надо было из фильмов, из мультиков, что-то назвать, из книг, из детства, в общем. Спасибо вам большое, что вы нашли время поговорить с нами, рассказать о ваших достижениях, о том, чем вы вот живете последние несколько месяцев, да, потому что действительно у вас такая насыщенная повестка получилась, и региональный этап, и финал, и потом вот этот форум. И, ну, и вообще много-много всего интересного. Сейчас вы еще и думаете, как вам вместе с ним собраться и отметить вместе ваш вот этот приз, ваши победы. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом, а детки пусть ваши продолжают начатое, то есть идут по вашим стопам и развивают дальше вашу династию. Так или иначе, будь то железная дорога или в целом просто хорошая большая семья, это тоже важно, учитывая, да, и нашу федеральную повестку, да, что у нас все-таки год семьи, и все сейчас для того, чтобы семейные ценности, семейные традиции преувеличились, преумножались, семьи развивались, росли и только становились еще больше. Поэтому вам успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова